Данный компьютер был найден мной на улице. Как известно, в Израиле очень часто выкидывают вещи, которые люди перестают использовать. Компьютер нашел в идеальном состоянии, я его разобрал, предварительно почистил, и он выглядит, все его детали выглядят, сам он внутри и снаружи практически как новый. Данный компьютер был сразу с базовой периферией, с самыми основными компонентами, такими как процессор Intel Core i3-3330, также встроенная графическая карта Intel HD 4000. Не было в нем никакого Wi-Fi адаптера и никакого SSD диска, был только один жесткий диск на 500 ГБ. Было в нем установлено всего 4 ГБ оперативной памяти, в данном случае DDR3 на частоте 1600 МГц. Поэтому компьютер с такими параметрами просто не потянет ни автокада, ни какой-либо тяжелой графической программы. Zoom будет в нем работать только с основными настройками, просмотр всего 25 человек с включенными камерами. Подобную материнскую плату я вообще первый раз держу в руках, мне пришлось потратить некоторое время для того, чтобы понять, как разобрать этот компьютер, так как я с такой моделью компьютера встречаюсь впервые. Данная материнка содержит EV-Bridge для процессоров третьего поколения, два слота для ноутбучной памяти, слот MXM для установки внешних видеокарт, ну и также два мини SATA слота. Сейчас я его почистил, я его собираю, в данном случае я вставляю переднюю защитную металлическую панель, которая удерживает USB порты, очень умно сделали, что эта панель помогает в случае, если неправильно выдержнешь с USB порта какой-либо USB провод, то USB порт не погнется и не сломается. А сейчас наслаждайтесь данной сборкой, я буду давать свои комментарии, какой апгрейд я буду ему делать. Субтитры сделал DimaTorzok Первый апгрейд выпал на процессор. Процессор Intel Core i7-3770K с разблокированным множителем, который можно разгонять, но на данной материнской плате разгон невозможен, потому что нет этой функции. Да и сам я не любитель заниматься этой ерундой, так как разгон приводит к тому, что процессор просто умирает. В начале видео я говорил, что там был установлен процессор Core i3. Наношу термопасту. Технологию нанесения термопасты я описывал в отдельном видео, поэтому ссылка на видео будет под описанием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришлось немножко помучаться над тем, какой стороной нужно устанавливать радиатор, так как в данной сборке радиатор устанавливается только под одной стороной, под одним углом, поэтому пришлось немножко подумать, как правильно это сделать, потому что ранее с подобной моделью мне просто не приходилось сталкиваться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И интересно, что именно эту графическую память компьютер поддерживает, потому что она берет мощности всего 33 Вт, и эта материнская плата как раз и рассчитана максимум на 33 Вт. По своей мощности эта графическая карта сопоставима с GTX 1050 с 2 ГБ оперативной памяти. Не TI, а просто GTX 1050, я немножко поколхозил, чтобы сделать ему нормальное охлаждение, так как у меня не было нормального радиатора. Я просто взял от умершего радиатора, спилил часть радиатора и установил на эту плату. Четвертый апгрейд пришелся на Wi-Fi модуль. У меня как раз был HP Wi-Fi модуль, который я установил. Пятый апгрейд это SSD накопитель, который подходит в мини SATA слот. В данном случае этот SSD накопитель 32 ГБ, но я ставлю его ради того, чтобы проверить, будет ли он работать на этом компьютере или нет. Так как если он заработает, я планирую проапгрейдить этот свод 500 ГБ SSD накопителя. Следующий апгрейд коснулся Wi-Fi антенны. Как Wi-Fi будет работать без антенны? Wi-Fi не будет работать, если не будет установлена антенна. Он просто не будет видеть никакой Wi-Fi сети. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Следующий апгрейд это SSD накопитель на 480 гигабайт HP прекрасно сделали эту каретку, в которую можно было вставить этот SSD накопитель Не надо откручивать никаких болтов, просто тянешь за рычажок и он вынимается Вместо проигрывателя DVD и компакт дисков я установил Caddy для жестких дисков Это такой переходник, который вставляется вместо проигрывателя DVD И туда я установил также SSD на 480 гигабайт А теперь самое интересное У меня было очень много силиконовых пакетиков, которые впитывают себя в вагу Которые я собрал от всяких коробок от обуви, от одежды и других предметов, которые я покупал ранее И я решил эти пакеты засунуть внутрь этого компьютера И думаю, что это поможет немного защитить все компоненты, которые я установил от влажности Эти пакетики будут всегда просто впитывать в влажность Я сделал то же самое с ноутбуком И пока с влажностью проблем у меня никаких нет Так как в нашем регионе влажность очень повышена Приблизительно выше 80% Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Компьютер собран Операционная система установлена У меня стоит два монитора на этом компьютере, что очень удобно Даже есть мышка и клавиатура от HP Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я вам покажу, что на самом деле все работает отлично, идеально Компьютер определяет нормальный процессор, как Core i7-3770K 16 ГБ оперативной памяти, часть памяти берется под встроенную видеопамять Установлена 64-битная операционная система В данном случае версия Windows Самая новая На данный момент Теперь диспетчер оборудования, что нам показывает Видеоадаптеры NVIDIA Квадро есть, он его нормально определил Теперь дисковые накопители Видим SSD Два SSD на 480 ГБ Есть SSD, который подключен к мини-сайте Видим процессор Видно все четыре ядра и все четыре потока Сейчас я сделаю ему небольшой стресс-тест Для проверки стабильности работы Подключен к мини-сайте 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 Следующий тест подвергает стрессу процессор. Сейчас я проверю, будет ли троттлинг в этом процессоре или же падение его частоты. После теста троттлинга не было показано и во время самого теста процессор был загружен на все 100%, все его четыре ядра и частота работы процессора не падала, всегда было 100%. Поэтому это идеальный показатель для данного процессора. Сейчас я этот компьютер использую для зума и тяжелых графических программ и рендеринга. Продолжение следует... Продолжение следует... ... ...